13 октября 2003 года в Феодосийской галерее Айвазовского произошло знаменательное событие. Впервые широкой публике была представлена картина художника на смерть императора Александра Третьего. Она пролежала в запасниках музея более ста лет. Но посетители музея были очень удивлены. Картина висела отдельно от основной экспозиции в маленьком зале. И по городу поползли слухи. Если смотреть на полотно больше нескольких минут, можно увидеть буквально невидимое, нечто воображаемое, потаенное. И вообще воздействие картины на зрителя может оказаться непредсказуемым. Эту картину Айвазовский написал сразу после смерти императора Александра Третьего. Но удивительное дело, всегда прежде он показывал свои творения публике свободно, широко. И вдруг здесь эту работу он спрятал в самый дальний угол. Неужели он посчитал ее слишком слабой? Ведь все, за что бы он не брался, превращалось в настоящие шедевры. Или в этой истории есть какая-то тайна? Не спится. Море сегодня неспокойно. Умер император. Сколько их было на моем веку. Николай Первый строгий, суровый. Александр Второй мягкий, добросердечный. Теперь вот Александр Третий. И со всеми мне удавалось ладить. Может потому, что всегда старался держаться подальше от них? Или мне просто везло? Почему так тревожно? Впервые Ване Айвазовскому повезло, когда ему было 11 лет. Он очень любил рисовать, но денег на краску и бумагу в семье не было. И он разрисовывал самоварным углем стены домов. Однажды этот угольный набросок заметил приятель отца городской архитектор. С его подачи городоначальник Феодосии определил начинающего художника в гимназию. Если бы не этот случай, никогда бы Ване не быть художником. Ведь родился он в семье разорившегося торговца. Чтобы прокормить пятерых детей, мать нанималась на подденную работу, а сам он подрабатывал разносчиком в кофейне. И вот судьба улыбнулась ему. По окончании гимназии Ивана направляют на учебу в Петербургскую Академию Художеств. По тем временам это неслыханно. Обучаться в Академии могли только дворянские дети. И снова Айвазовскому везет. Он попадает в класс профессора Воробьева. В эпоху, когда основное место в русском искусстве занимает помпезное историческое полотно, Воробьев старается зажечь воображение учеников романтической красотой природы. Айвазовский копирует работы голландских живописцев и отечественных мастеров Федора Матвеева, Сильвестра Щедрина, но при этом упорно ищет собственный стиль. И вот заслуженный успех. В сентябре 1835 года 18-летний Айвазовский получает серебряную медаль Академии за этюд «Воздуха над морем». Награда эта, впрочем, чуть не закрывает перед ним будущее. Зимой 1835 года в Россию приезжает модный французский живописец Тонер. Айвазовску определяет к мастеру в ученики. В то время готовится большая выставка работ французского художника. В качестве подготовительного материала для Тонера Айвазовский пишет несколько этюдов с натуры. Не выдержав напряжения, он заболевает, но продолжает работать. Во время болезни его навещает один из профессоров академии Завервейт. Восхищенный работами юноши, он советует отдать их на выставку под своим именем. Картина имеет оглушительный успех. Тонер в ярости, он жалуется самому государю, мол, Айвазовский нарочно сказался больным, а сам тайком готовился к выставке. Николай I повелевает картину Айвазовского с выставки снять. Но какое именно не уточняет. Переспросить сурового самодержца никто не решается, и картина Айвазовского продолжает висеть до конца выставки. Словно сама судьба хранит его для чего-то куда более важного и значимого. И действительно, вскоре по желанию императора картины Айвазовского были доставлены в Зимний дворец. Государь остался в восторге и благодарил за справедливость храброго заступника молодого художника профессора Завервейда. Талантливого юноша отмечал и профессор Академии Карл Брилов. Именно он ввел его в кружок братьев, за всех детаями которого были композитор Михаил Глинка, исторический романист Нестор Кукольник, поэт Василий Жуковский. Айвазовский достаточно быстро становится в этом обществе желанным гостем. Оказывается, он не только великолепный художник, но и музыкант. Он поражает всех своей виртуозной игрой на скрипке. Впоследствии несколько из наигранных им мелодий Глинка включит свою оперу Руслан и Людмила. За картины, представленные на выставке, Айвазовский вскоре получил первую золотую медаль. К тому же они были куплены для Академии императоров. И благодаря государю, Айвазовского отправляют на стажировку за границу на два года раньше положенного срока. Так началось сближение Айвазовского с императорской семьей. Германия, Англия, Франция, всюду его ждал шумный успех. Доходило до крайностей. Одна из берлинских газет написала, «Вероятно, художник глухонемой, ибо только при отсутствии слуха и речи может развиться столь острое зрение». В Италии его тоже ждет триумф. Знаменитая галерея Уфица заказывает Айвазовскому автопортрет. Из русских художников подобной чести до него удостаивался лишь Кипренский. Сам папа Римский покупает для Ватикана эпическое полотно Айвазовского «Хаос». Вода, тьма и над всем этим то ли комета, то ли светящийся величавый силуэт. Понтифику пришлось даже созвать целую комиссию из кардиналов и прилатов, чтобы удостовериться, что в картине нет ничего крамольного, уж слишком хороша. Мог ли человек написать такое? Или его рукой водил кто-то куда более могущественный? Но самому Айвазовскому до всего этого нет дела. Он наслаждается творческой свободой. А к похвалам свой адрес художник остается равнодушен. Поездка в Италии становится для Айвазовского знаковой. Он впервые осознает, что феноменальная зрительная память и есть его основной инструмент как художника. Когда уезжал мне все твердили с натурой с натуры пишите. Живя в Соренто я принялся писать с натуры а после написал две картины по памяти. Они были выставлены вместе с остальными и что же оказалось? Толпы посетителей выставки обходя виды Соренто как нечто давно знакомое и приевшееся собирались как раз перед теми двумя картинами и весьма лесно отзывались о них. Между тем Соренто я писал три недели а эти картины не более как три дня каждую. С тех пор Айвазовский почти не пишет с натуры. Теперь во время прогулок он как бы подглядывает за природой и фиксирует свои наблюдения в записную книжечку. Схематически зарисовывает увиденный пейзаж а рядом помечает данные о положении солнца на горизонте и нюансе цветового оттенка. А уже за Мольбертом воображение дорисовывается мост живописец только копирующий природу становится ее рабом. Человек не отдаленной памятью сохраняющий впечатление живой природы может быть отличным копировальщиком но истинным художником никогда. Движения живых стихий неуловимы для кисти писать молнию порыв ветра всплеск волны немыслимо с натуры. Лишь однажды подобное самомнение сыгралось художником злую шутку. Во время пребывания на одном из атлантических курортов Айвазовский решает написать морской пейзаж. Несколькими штрихами он привычно зарисовывает очертания гор линии океана контур берега и лишь небрежно уточняет у спутника где именно всходит и заходит солнце. На следующий день у него уже готовы три картины морской прибой в Биорице утром в полдень и при закате солнца. Однако внимательные критики не применули отметить. Прибой это на картинах все же не океанский а наш Черноморский Рынский. Впервые со мной такое неужто боюсь чего творческой неудачи да не было пока такого могу эти за два часа написать картину и все мои творения пока были приняты окружающими с восторгом ну разве что морской прибой Биорице пожурили да когда это было уж сколько лет прошло а что мне сейчас мешает почти четыре года Айвазовский проводят в Европе на родине его уже встречает как мать после заграничного успеха петербургские аристократы выкладывают за его работы по две три тысячи золотых рублей на художника смотрят с трепетом газеты пишут что Айвазовскому достаточно взять в руки кисть и крикнуть морским волнам не с места как и не сами собой возникает на полотне Ивану Константиновичу был пожалован чин тайного советника чего не удостоился ни один из художников того времени успеха Айвазовского много зависел от покровительства которое оказывал ему император Николай I Николай часто обращался к своим приближенным с вопросами знакомы ли они с произведениями Айвазовского и имеют ли они картины его у себя после таких вопросов всякий из желания угодить царю старался побывать у знаменитого мариниста рядом с мастерской Айвазовского была комната где его помощники при помощи губки покрывали лист ватманской бумаги разведенной тушью или сепей на бумаге образовывались пятна неопределенных очертаний тогда Ивазовский резал бумагу на небольшие кусочки подрисовывал пятна и получались морские пейзажики с тучами и волнами такие произведения вштабные в рамки он преподносил каждому важному лицу посетившему его мастерскую а лицо польщенное вниманием художника считало долгом приобрести потом у Ивазовского какую-либо картину за сотню а иногда за тысячи рублей завистники продолжают ругать художника за вечные кружевные прибои долунные дорожки но даже они не могут не признать картина художника это не просто хорошая живопись краски в определенном порядке положено на холст это уже что-то иное иногда он и сам начинает задумываться о тайной природе собственного творчества но тут происходит неожиданное в его жизнь врывается любовь в Петербурге Айвазовский особенно часто посещает одну богатую семью в которой были две дочери на выданье родители считает художника завидным женихом но к их удивлению он делает предложение не одной из дочерей а гувернантки Юлии воспитывавшей их я был так счастлив как не можно и в половину себе вообразить лучшие мои картины написаны по вдохновению после того как женился известие о том что Айвазовский предпочел гувернантку самым именитым светским невестам вызвало в Петербурге скандал и едва обвенчавшись молодые уезжают в Феодосию Айвазовский тут же начинает строить в Феодосии дом с просторной мастерской в нем он проживет более полувека год начинается для Айвазовского с неприятностей в прессе появляются критические статьи в его адрес причем с наиболее яростной критикой обрушиваются те кого еще вчера он считал своими друзьями теперь они называют его работы аляповатыми подносами мол Айвазовский закостенел повторяется исписался и это про него прославный художник первый русский маринист чья слава простирается далеко за пределы России по всей стране идут выставки его работ но вкусы публики как известно ветренны и переменчивы и никакая слава придворного художника не поможет эпоха романтизма в России заканчивается равно как и время трагического противостояния человека и стихии запечатленного на картинах Айвазовского на смену астромачествовым фрегатам приходят паровые и железные суда и передвижники Перов Верещагин Репин именно в этот момент из Петербурга приходит печальное известие 2 мая 1870 года умирает от Менингита годовалый сын будущего императора Александра Третьего цесаревича Александра ангел Саша как называют его родные смерть мальчика сильно затрагивает чувствительное сердце Айвазовского он даже решает написать его посмертный портрет но так и не приступает к работе не находит сил что-то мешает необъяснимое и он с головой уходит в заботы о родном городе в его мастерской бесплатно стажируются молодые художники Айвазовский устраивает благотворительные выставки и аукционы собирает деньги в помощь голодающим пострадавшим от эпидемии холеры на постройку детского приюта на госпиталь для солдат инвалидов в кассу взаимопомощи для учащихся художественных училищ даже пытается остановить геноцид армян для чего едет в Константинополь к султану он участвует в географической экспедиции адмирала Литки в маневрах Чароморского флота едет на открытие Суэцкого канала проводит археологические раскопки в окрестностях Феодосии причем не просто хватается за все подряд свои проекты Айвазовский всегда доводит до конца и в этом ему неизменно сопутствует удача однако в личной жизни ему не везет брак с красавицей Юлией дает трещину Первая размолвка между супругами случилась в Харькове куда семья эвакуировалась в начале Крымской войны Айвазовский рвется в осажденный Севастополь поймите Юлия как же я могу оставаться здесь когда числюсь живописцем главного морского штаба вот исследуйте примеру штабистов сидите в тылу возражает жена а он все-таки едет расположившись с Мольбертом на Малаховом кургане наблюдает за тем как солдаты укрепляют оборонительную линию вот он шанс снова ощутить биение жизни во всей его полноте Айвазовский хочет остаться здесь до конца но когда через два дня бомбардировка города усиливается адмирал Корнилов лично распоряжается выслать живописца из города не слушая никаких возражений так что свои картины посвященные той войне Айвазовский пишет много позже и больше по чужим рассказам особенно полезен оказался дворник Пантелей в котором Иван Константинович узнал солдата служившего в Севастополе живописец встретил его в Петербурге и расспрашивал недели две однако Юлия сама отнюдь незнатного происхождения не одобряет плебейское знакомство Ивана Константиновича ей вообще со временем сделалось с ним скучно она просится то в Петербург то за границу ей жене знаменитого художника хочется блистать а не пропадать в феодосийской глуши ну а Айвазовский наотрез отказывается перебраться в столицу в 1860 году на 12-м году брака Юлия Яковлевна с детьми едет в Одессу и не возвращается оттуда во второй раз художник женится лишь через 22 года когда ему уже 65 избранницей становится Анна Саркизова молодая вдова феодосийского коммерсанта в ее лицее Айвазовский наконец обретает верного и надежного спутника до конца дней с ней он может позволить себе все в том числе и разные эксцентрические выходки однажды на свой юбилей Айвазовский устраивает пышный обед с массой приглашенных знаменитостей в том числе и художников к концу вечера хозяин дома встает и произносит господа прошу простить моего повара он забыл приготовить десерт отведайте блюда приготовленные мной лично и слуги обносят гостей маленькими подносами на которых на сладкое специально к этому случаю написанные пейзажи юбиляра по одному на гости а для феодосии Айвазовский становится поистине отцом города благодаря ему ведут водопровод строят порт железную дорогу картинную галерею когда один из жителей города начал строить одноэтажный домик на итальянской улице Айвазовский упрекнул его как вам не стыдно вы же богатый человек что же вы портите мне вид улицы в результате был построен солидный двухэтажный особняк благодарные феодосийцы возводят в честь своего благодетеля изумительной красоты фонтан городская администрация решила назвать его именем императора Александра Третьего но из столицы пришло высочайшее появление присвоить сооружение имя Айвазовского ввиду неоценимых заслуг он его перед городом впоследствии по центру фонтана над краном с питьевой водой появилась серебряная кружечка с надписью выпейте за здоровье Ивана Константиновича в тот день царский поезд который вез семью императора из летней резиденции в Левадии в Санкт-Петербург потерпел крушение Александра Третьей с женой и детьми в момент аварии ели пудинг в вагоне ресторан от удара крыша вагона обвалилась им на голову однако обладавший недержанной силой император успел среагировать и невероятным усилием удержал металлическую конструкцию на своих плечах пока перепуганные домочадцы выбирались снаружи однако последствия происшествия не заставили себя долго ждать осенью 1894 года у императора диагностируют острое воспаление почек нефрит 20 октября в Ливаде Александр Третий умирает узнав о смерти государя Айвазовский безо всякого заказа по собственному почину решает написать картину это должно быть необычное полотно на нем по замыслу автора должно отразиться извечное торжество жизни над смертью что это ведь я рисовал совсем другое словно какая-то невидимая рука шла следом и наносила на полотно второй слой вот вдохствующая императрица Мария Федоровна склонилась над неподвижным телом супруга но если взглянуть на нее под другим углом это лицо какого-то мужчины с усами и он улыбается неужто престола наследник цесаревич Николай вот Петропавловский собор но что за странное крестообразное свечение в небе над ним я писал падающую звезду но это больше походит на распятие а Нева Божия сквозь ее воды явственно проступает другой поток текущий куда медленнее и в совершенно противоположную сторону словно это река Стикс направляющая в царство мертвых выходит ангел уносящий куда-то ввысь душу императора это ангел смерти предвестник гибели всей династии нет этого не может быть с тех пор из-под его кисти по-прежнему исправно выходили морские пейзажи батальные сцены картины сельской жизни и никогда больше он не пытался постичь механизм творения проникнуть в его тайну заглянуть за горизонт но тем не менее он остался одним из самых любимых наших художников скончался Айвазовский за мольбертом с кистью в руках 2 мая 900 года его последнее полотно взрыв турецкого корабля осталось незавершенным цесаревич Николай как привиделось Айвазовскому действительно вступил на престол и стал последним русским императором Редактор субтитров